Прокуратура Новочвоксарска направила в суд уголовное дело по факту нападения на бригаду скорой помощи. Напомним, инцидент произошел в конце мая в одном из дворов города Спутника. Тогда пусть медикам, приехавшим на вызов, преградила толпа подвыпивших парней. На кадрах со служебного видеорегистратора хорошо видно, как компания праздно шатающихся, очевидно нетрезвых молодых людей, разговаривают с человеком в медицинской форме. После чего один из них решает применить силу. Уложить обидчика, что называется, одной левой медработнику не составило труда. Но вот отбиться от целой толпы уже не получилось. Двоих жителей Новочвоксарска обвиняют в преступлении по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Данное преступление виновным лицам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Кроме того, в ходе предварительного следствия было выявлено, что один из обвиняемых, которому на момент совершения преступления исполнилось 18 лет, также совершил еще три мелких кража и один грабеж. Поэтому указанные составы преступления также легли в основу предъявленного ему обвинения. И его также будут судить за совершение указанных преступлений. Инциденты в работе врачей неотложки случаются нередко. За прошлый год в республике на сотрудников бригад скорой было совершено 10 нападений, а в первой половине этого года уже 12. И это только те тюпы, которые только зафиксировали правоохранители. В июле Госдума России приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мер за препятствование работе скорой помощи. С новым законом все надеются, ситуация изменится. Рифат Фадкулин, Андрей Спиртунов, Республика.